Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 мая, день Мавры, назван в честь святых мучеников Тимофей и Мавры. Это христиальный муж и жена. Тимофей был схвачен язычниками, его повесили вниз головой, привязав к шее камень, а в рот засунул кусок дерева для усиления страданий. Затем привели жену Мавру, чтобы она отговорила, но она твердо приняла сторону мужа. За это ей вырвали волосы, потом отсекли пальцы на руках, затем бросили в кипящую воду, но это не повредило ей. Были распяты с мужем на крестах. В старину этот день был известен под большим количеством названий. Мавра, Марфа, Марьюшка, Зеленые щи, Рассадница, Молочница, Тимофей, Коровьи-Заботница и так далее. Народ давно подметил, что с этого дня у коров молоко прибавляется. Все радовались этому, поскольку в старину молоко было одним из основных продуктов питания. В этот день целебной силой наделяли крапиву. Из нее варили щи, а также хлестали друг друга крапивой, чтобы весь год быть защищенными от болезни. Вот откуда и название «Зеленые щи». Сегодня знахари собирают целебные травы и готовят из них снадобья. Но и более простым и целебным считался настой из молодой крапивы. Им лечились от большого количества болезней. Что касается названия «Рассадница», то в этот день крестьяне много работали в огороде, чтобы овощи дали богатый урожай. Отсюда пошло и название «Марфа-Рассадница». Перед посадкой овощную рассаду обрызывали святой водой, так как считали, что она защищает ее от вредителей. При этом говорили «Благослови Господи и дай урожай». Марфу увеличали молочной, потому что коровы к этому времени наедались молоденькой, сочной травой и давали вкусное густое молоко. Пастухи сегодня варили мавринскую кашу из молока прямо в поле. Считалось, что такая еда дает организму силы здоровья. Так как в огородах уже вырастала молодая зелень, то варили щи не из сквашины, а из свежей капусты. Отсюда и название этого дня «Зеленые щи». Приметы. Нельзя сажать капусту в четверг, даже если он приходится на рассадницу. Ее испортят вредители. Большая роса утром к урожаю огурцов. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека, чувствуя милосердие и сострадание. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Прилювная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!